здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова ландшафтный дизайнер и растений вот сегодня мы с вами поговорим о розах привитые розы или розы выращенные на своих корнях наверное и у того и у другого способа размножения роз есть свои преимущества и есть свои последователи кому-то нравятся такие кому-то нравятся такие я выскажу свое личное мнение я очень люблю розы корни собственные то есть не привитые обратите внимание это бордюрная немецкая роза которая цветет начиная с конца июня фактически до снега до первых морозов она растет у меня на своих корнях и размножаю я эту розу просто обычным делением куста выкапываю и делю это роза не укрывная она зимует без укрытия гораздо лучше чем под спонбондом или лапником интереса ради я ставила такой эксперимент маленькие недавно укоренившиеся черенки прикрывала одну третью часть грядки закрывала спонбондом одну третью часть грядки закрывала лапником и одну третью часть грядки оставляла зимовать просто так и то что я не укрывала ничем в общем-то перезимовала у меня сто процентов то что я укрывала немножко подпрела под снегом и были потери под спонбондом даже достаточно значительные поэтому я люблю розы которые растут сами я люблю растения в принципе удобные достаточно удобные в быту в обслуживании потому что я давно занимаюсь ландшафтным дизайном и первое о чем спрашивают меня о чем просят меня все абсолютно все заказчики еще пока не было исключений говорят посадите нам пожалуйста такие растения за которыми можно нужно как можно меньше ухаживать всем понятно что молодое растение нужно поливать поддерживать подкармливать но как можно меньше ухаживать вот в этом как раз и кроется смысл что их не надо укрывать их фактически нужно обрезать только один раз осенью когда они полностью отцветут и когда вы поймете что уже вот все зима наступила другого какого-то специфического ухода эти розы не требуют они имеют несколько таких волн цветения роза подрастает помним что мы ее на зиму обрезали в первую половину лета кусты растут у них очень красивая глянцевая листва и сам по себе куст даже когда он не цветет выглядит очень себе привлекательно и презентабельно но когда они формируют бутоны и зацветают мы наслаждаемся цветением несколько недель затем розочки отцветают и параллельно закладывают новые бутоны через две-три недели перерыва наступает новая волна за вторую половину лета эти розы успевают процвести 3-4 раза вот это взрослый куст вот это все один единственный куст розы если его выкопать и разделить получится как минимум наверное 10 веток каждая из них будет со своими корнями ну я конечно не буду трогать взрослый куст большой я покажу вам куст который сейчас немножечко поменьше потому что еще слишком жарко и обычно в середине сентября мы уже смело выкапываем и делим все кустарники но в этом году жара затянулась поэтому я все-таки возьму кустик который немного меньшего размера копать мы начинаем по периметру кроны потому что как правило у каждого растения корневая система внизу такая же по объему как крона выше уровня земли поэтому ближе от растения подкапываться я сначала не буду у меня здесь растет очень много других растений которые я стараюсь минимально травмировать при выкапывании скажется маленьким а на самом деле он довольно большой лопата трещит обратите внимание что с корни собственными розами я обращаюсь достаточно смело потому что они очень очень выносливые они очень очень надежные и это как раз именно те розы которые никогда и ни при каких обстоятельствах не превратятся у вас в шиповник потому что просто у них нет подвоя и они всегда будут такими которыми их посадили обратите внимание что у каждой большой ветки есть достаточно значительная собственная корневая система и их можно просто как обычный куст разделить на некоторое количество частей например вот так какие-то ветки которые не крепко держатся за куст и уже сформировали собственные корни можно просто оторвать достаточно корней для этой маленькой веточки вполне а если вот здесь вот очень жесткая очень большая очень крепкая ветка я могу воспользоваться секатором или даже ножовкой если нам нужно разделить куст мы смотрим чтобы под каждой веткой оставался хороший ее собственный корень если нужно этот корень слишком крепкий и его нужно подпилить мы его подпилим вот мы отделили часть куста обратите внимание что здесь достаточно большой корень для этой зеленой массы я сейчас конечно почищу этот кустик уберу у него сухие ветки которые я не видела внутри сейчас я их подрежу но в принципе здесь всего достаточно а вот у этого кустика обратите внимание у него получился корень немножко маленький относительно всей кроны поэтому для того чтобы растение точно и безоговорочно прижилась в принципе это даже касается не только роз но и любых других кустарников при делении нужно сбалансировать чтобы сколько снизу примерно столько же осталось и сверху поэтому я достаточно бесцеремонно уберу какую-то часть веток зеленую массу лишнюю на мой взгляд я ее использую потом на черенки обязательно уберу бутоны и цветы которые уже отцвели и завязали семена это очень большие потребители энергии которые будут отнимать у растения возможность хорошо прижиться поэтому все бутоны все семена такой пересадки мы обязательно должны снять ну вот примерно в таком виде кустик мы и посадим единственное что сейчас обратите внимание что достаточно жарко очень много солнца поэтому для того чтобы кустик мой безоговорочно прижился я не должна держать корни на вас на воздухе больше двадцати минут и я должна буду очень хорошо его поливать поскольку у меня почва песчаная то сейчас я пойду и обмакнул корни в глиняную болтушку вот в этой емкости у меня находится глина растворенная воде конечно глина сейчас осела и я ее помешаю делаю я так для того чтобы корни у растения у нашего сохранились влажными если я не все успею посадить сейчас я смогу сделать это немного позже при этом растение никоим образом не пострадает пожалуй этот кустик оставлю здесь полежать каждый я хорошо обмакиваю в глину и те которые я не планирую посадки вот прямо сейчас оставляю много глины много воды в принципе если ее немножечко помешать и развести до состояния молока например если развести глину до состояния сметаны то будет корням будет достаточно сложно пробиться через подсохший слой глины поэтому не слишком густо ну вот мы намочили этот кустик можем теперь нести его и высаживать я почистила саженец убрала все сухие веточки срезала убрала завязи и сейчас посажу его обратно посажу его на место туда же где он сидел яма у меня здесь хорошо подготовлена и заправлена в моей песчаной почве я обязательно в посадочную яму вкладываю глину но там она есть и там она осталась кусочками я вкладываю несколько кусочков глины размером примерно с кулак 45 кусочков потому что земля песчаная и сколько бы я не поливала вода будет уходить а глина немножечко задерживает влагу аккумулирует в себе но за счет того что она лежит кусочками она не собирает воду как в тазике а просто является таким запасом для этого растения если вдруг по какой-то причине я и не успею его полить или долго не будет дождей то растение найдет где взять немножечко воды чтобы продержаться немножко раскрошилась моя глина но вот такие куски где-то в песке и большего размера и меньшего размера меня обязательно присутствует обратите внимание что я скептиком на удивление очень смело обращаюсь с этими кустами потому что я достаточно давно с ними работаю и знаю что они переносят пересадку в любое время в любом состоянии в любой сезон при условии что я буду их хорошо и старательно поливать для того чтобы они прижились роза выкопанная из земли естественно она сейчас лишилась питания лишилась так называемых корневых волосков которыми она берет влагу из земли и питательные вещества так вот у розы корневые волоски формируются в течение 21 дня в течение трех недель то есть мне достаточно будет три недели поддерживать ее земляной ком во влажном состоянии для того чтобы она прижилась я закопаю ее немножко глубже чем она сидела закопаю примерно вот на таком уровне для того чтобы через год еще раз откопать и еще раз разделить вот в процессе деления у меня осталось еще три кустика которые я посажу другие места земля у меня легкая песок поэтому я ее достаточно легко и быстро закопала повернула естественно к зрителю красивой стороной потому что любой кустик после деления у него какая-то сторона посимпатичнее какая-то сторона попроще помним о том что к точке обзора нужно всегда поворачивать красивыми листочками и сейчас я отсюда выйду и полью его водой в достаточном количестве но когда я буду поливать и ни в коем случае не буду попадать на листья а буду поливать только под корень постепенно даем водички впитаться ну вот и все пусть растет красавица а я благодарю вас за внимание до новых встреч